Все, мы продолжаем из Иерусалима, я вернулся, слава Богу, вернулся, и мы продолжаем уроки Торы, наши ежедневные уроки Торы, и сегодня у нас пятый урок в стиле Радость, мы продолжаем весь, мы продолжаем увеличивать, увеличивать в Радости, все, всем привет, снова по всем каналам, Телеграм, Ютуб, так, отлично, вы мерите сейчас, сколько времени получается на 8 часов вперед, или назад, назад, 3 часа ночи, ой-ой, хорошо, итак, дорогие друзья, все, всем привет еще раз, надеюсь, что меня хорошо видно, слышно, уже забыли, что есть уроки, наверное, да, но сейчас мы надеемся, все, мы сейчас входим в режим, я собираюсь до Песоха, с Божьей помощью, очень активно, очень активно заниматься во Игра, уроками Торы, всем шалом. Итак, возвращаемся к изучению Радости, изучение Радости, быть в Радости, это большая заповедь, так говорил один из великих раввинов, которого звали Раби Нахман, это основа была его учения, он говорил, что митсва, к доля льет бессимха, большая митсва, большая заповедь, быть в Радости, и мы эту тему уже вот сейчас изучаем, развиваем, и давайте сейчас, сегодня у нас глава, в которой мы разбираем те вещи, которые мешают быть радостным, быть радостным, то есть, для того, чтобы быть в Радости, нужно хорошо разобраться, понять, когда тема работает, и вот он начинает нам рассказывать, значит, какие есть препятствия к радости. Итак, значит, первое, он говорит, препятствие такое, что у человека есть его природа, анытья от вид, значит, природная склонность человека. Он задает вопрос, он говорит, вот скажите мне, говорит, от природы, человек, он веселый больше, его тянет к веселью или нет? И вот он пишет, что и да, и нет. Очень еврейский ответ такой, да, и да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что есть у человека в душе, он пишет, есть части души. Например, есть часть души, животная душа, да, это чисто вот животная душа такая, которая управляет телом. И вот эта животная душа, что она хочет, эта животная душа? Она, животная душа, это хочет лениться, она хочет лежать, она хочет спать, Она хочет, чтобы ее не трогали. И она хочет, чтобы все было так, как она хочет. Это очень такое понятное желание. Каждый человек хочет, чтобы было так, как он хочет. Теперь. Но мы же люди, мы же живем не в отдельности, не в вакууме. И приходится считаться, ты хочешь, чтобы было вот так, а оно не так. И вот эта часть души животного, она тянет человека все время в грусть, в отчаяние. И куда еще? Грусть, отчаяние и лень. Вот эта вот ленивая корова, я ее называю, эту часть. Теперь, вот он приводит здесь слова Рабина Ахмана. И он говорит такую вещь. Китева адамлем шохат смоли мараш хура. Он говорит, что природа человека тянет его к горечи такой, к черной горечи и грусти. Потому что есть различные недостатки у нее, различные недостатки. И каждый человек, он полон каких-то страданий. Поэтому нужно себя, именно силой заставлять себя быть в радости всегда. И радовать себя всеми путями. И даже глупостями можно себя радовать. То есть радость настолько важное состояние, что чтобы его достигать, все средства хороши. Можно так понять Рабина Ахмана. Хотя, не надо так однозначно прям к этому подходить. Потому что, значит... Потому что действительно, или все средства хороши, или нет, тут есть большой вопрос. Есть же, знаете, у меня одна из любимых таких вот поговорок. Она звучит так, что... Алкоголь, например, это радость, украденная у завтрашнего дня. Вот бывает, человек прям радуется, да, через алкоголь. А потом на следующее утро у него голова болит, плохо себя чувствует и так далее. То есть это как раз он радость украл у завтрашнего дня. В общем, его итог такой. Что первое, то, что человеку мешает испытывать постоянную радость, это его природная склонность, его тело, которое его тянет к... Он еще здесь приводит такой пример, что если человек едет на велосипеде, например, да, он едет на велосипеде в гору, он должен все время крутить педали. То есть если он только перестанет крутить педали, то что произойдет, то сразу же моментально он остановится и начнет катиться вниз. То же самое стремление человека к духовности. То есть до этого мы учили, что духовность, такая чистая духовность, душа человека, она связана со Всевышним. Всевышний – это радость, это любовь, это счастье. И есть в душе, есть высшая часть души, которая там, нижняя часть души, которая здесь, да. И вот когда человек входит в такое по-настоящему духовное состояние, то у него будет внутри вот это ощущение радости. Когда он входит в материальное, все не так. Температура обычно не такая, какая человеку удобна. То жарче, то холоднее. Да, уже вот просто когда начинаешь именно на температуру обращать внимание, думаешь, ну что за вообще температура? Постоянно не такая, как надо. Особенно я сейчас понимаю, что жизнь педанта не жизнь, да. В том, где есть такое выражение, что жизнь педанта не жизнь. Я помню, как одна, я, один раввин, он был очень сильный педант. Его жена, она очень сильно от этого страдала, переживала, там, и так далее. В общем, в итоге они развелись. В итоге они развелись, этот раввин со своей женой. Ну, бывает, что и раввины разводятся, то есть. Но с педантом очень тяжело жить, потому что педант, ему самому тяжело жить. Все не по его педантичной системе. А людям, которых он пытается запихнуть своим контролем в свои рамки, им просто невыносимо с ним жить. И возникают вот эти вот конфликты у педантов этих, да. Теперь дальше. Значит, и вот он нам объясняет, что не расстраивайтесь, он говорит, тогда, говорит, не пугайтесь. Если вы не чувствуете постоянную радость, это очень по-природному, это очень, ну, объяснимо, понятно, по природе. Значит, по природе ваш же банковский счет, он тоже пустой. Он не наполняется сам по себе. Только нужно туда наполнять деньгами его, да. То же самое с радостью. То есть, по природе нет. Значит, надо стараться. Не надо из-за этого переживать, что вот вы такой нерадостный, да, достаточно человек. Это только пробуждает нас еще сильнее работать над радостью. И чтобы больше денег класть на свой банковский счет, эмоциональный счет банковский радостный. И он говорит, давайте сделаем упражнение. Проверьте себя. Если вы находитесь, что для вас является нейтральным состоянием? Если для вас нейтральное состояние, вот что это для вас, да? Или вас тянет в сторону радости, или вас тянет в сторону грусти. И когда вы в нейтральном состоянии, то вы начинаете чувствовать недостаток чего-то. Или же вам нормально. Вот. Это вот то, что он нам предлагает пока разобраться. Хорошо. Значит, я думаю, что большинство людей, как только они начинают смотреть вокруг себя в нейтральном состоянии. Опять же, видите, это очевидно я по себе сужу. Потому что я, если не начинаю осознанно благодарить. Вот так, некоторые мы изучили уже, да? Про благодарность. То, если я не начинаю осознанно благодарить. То, а просто смотрю на, вот в нейтрале на окружающий мир. Я вижу все недостатки. Прям вообще, все недостатки. Мир несовершенный. Он мог бы быть намного лучше. Я вам скажу. Начиная от температуры, заканчивая вообще поведением всех окружающих. То есть, я считаю, что все могли бы вести себя намного-намного лучше. Но что? Это мое природное, как бы, взгляд. Помогает он? Вообще не помогает. Человек, который видит во всем недостатки, то его можно только пожалеть. Ему можно только посочувствовать, да? Такому человеку. Потому что ему все время будет плохо. Вот. Как это изменить? Значит, изменить это благодарность. Благодарность видеть во всем полуполный стакан. И вот мы сейчас открываем вторую книгу. Она называется «Улыбайся». Здесь практические инструменты, как увеличить количество радости в жизни. Первое. Правильный настрой. Значит, что значит правильный настрой? Вот он дает нам инструмент. Значит, правильный настрой. Он говорит, все, что есть у человека, это дар Всевышнего. То есть, если мы на это посмотрим, то мы видим, что он дает нам тело, разум, дома, города, еда, воздух. Мы двигаемся. Я очень взял из той книги, которую мы изучали уже, «Сад благодарности». Или в этой была книге, или в другой какой-то книге. Нет, это в другой была книге. Он предлагал такой инструмент. Он говорит, когда вы видите кого-то, не дай Бог, болеет человек. Или там инвалид, не дай Бог. Если же люди страшно мучаются, страдают. В этот момент это для вас ремайндер такой, напоминатель, поблагодарить Всевышнего. Потому что нет никакой гарантии ни у одного человека, что он должен быть здоров. Если ты здоров, это подарок Всевышнего. Именно за это надо благодарить. Но ты об этом вспомнишь, или когда ты сам заболеешь, не дай Бог. Или же, когда ты видишь кого-то, кто болеет, в этот момент это является именно конкретным тебе напоминателем сказать спасибо Всевышнему. Теперь, значит, он говорит, когда мы видим вот эти все бесценные дары, без которых мы не могли бы существовать, естественно, что все понимают, что обязанность не то, что Творец для нас делает. И на нас лежит обязанность прославлять и благодарить Его. И мы также понимаем, что мы должны исполнять Его волю. Значит, но что? Дальше он пишет. Какой настрой правильный? Мы должны не забывать, что для того, чтобы добиться счастья и успеха, нам нужно стараться быть похожими на Творца. Мы должны подражать Ему во всем, в мыслях, словах и действиях. Мы должны настроить в себе свой разум на Его доброту и щедрость, понять и попытаться перенять Его силу. И, значит, как? Как? Значит, вот Циля спрашивает. Злой человек тоже дар от Всевышнего. Его зло – это подарок. Кому подарок, смотря? Да? То есть, злые люди есть. Эти злые люди, они чаще всего плохие люди. Им плохо. Они от этого злятся все время и делают зло другим людям. То есть, понятно. И если этот злой человек делает зло другим людям, то другие злые люди тоже будут ему делать зло. То есть, все это зло, оно возвращается. Мы видим, в мире нет такого, чтобы человек делал зло, а оно ему не возвращалось. Оно ему как-то возвращается, как-то оно приходит, переходит. Есть вот идиоты, которые кричат «Слава сатане». То есть, всегда есть дураки, которые, они друг с другом вступают в конфликты бесконечные. И, ну, это их жизнь. Теперь, умному, хорошему человеку, доброму, в чем дар заключается? Держаться подальше от этих людей. Подальше от этих людей дать им возможность общаться с такими же, как они. Вот злые люди, пускай, общаются с другими злыми людьми. Вот. Теперь, значит, а как быть похожим на Всевышнего? Вот здесь он дает нам второй совет. Он говорит, у человека есть, в принципе, два главных таких направления в жизни. Брать и отдавать. Значит, есть люди, которые помогают другим людям, которые делают добро. Есть люди, которые делают зло. Он говорит, что успех измеряется у человека тем, сколько, насколько ему удалось помочь другим людям, поддержать их, обнадежить и посочувствовать. В этом заключена мера нашего успеха. Величие человека заключено в его умении отдавать. А тот, кто живет только ради того, чтобы получать, просто ничтожен. Так вот он нам пишет. То есть уподобляться Всевышнему, это как Всевышний дает дары и подарки всему миру. И дает возможность существовать всему мирозданию. Также человек, который уподобляется Всевышнему, он делает добро другим людям. Вот и все, поддерживая, делает добро. То есть он несет свет окружающим людям. И вот Дмитрий Андреевич Тлатухов, молодец, он уже Мишля очень хорошо знает. Он правильно пишет. Все приготовлено Богом для своей цели и злодей для своего дня. То есть злодей это тоже оружие в руках Всевышнего для того, чтобы пробуждать людей. То есть иди человек, например, у него все хорошо, а он недоволен. Значит, он недоволен. Вот есть идиоты вот такие вот, да, вот этого Олежку. Значит, он все, что желает другим, человек получает потом сам. Ну, в ютубе есть какой-то, идет, затисался на роте, пишет плохие комментарии. Бывает. Так вот, все, что он желает, кстати, на него и придет. Когда человек, значит, давайте еще раз. Человек, он сидит, например, он неблагодарный. Он ему плохо. Он все не ценит. Ну, то есть он строит свою жизнь, строит свою жизнь вот таким вот, каким-то тупым способом, да. И приходит к состоянию, что ему плохо. Ему очень плохо. Теперь, в этот момент приходит к нему какой-то злодей. Вот то, что царь Сламон говорил, что злодей это оружие Всевышнего. Орудие Всевышнего. И он ему, значит, делает какую-то неприятность этот злодей. Теперь тот человек, которому было плохо только что, да, он говорит, Господи, верни мне обратно, как было. Хочу, чтобы было вот то, что раньше я называл плохо и был неблагодарный, верни мне, пожалуйста. То есть злодей его может пробудить, наоборот, в служении Всевышнего. То есть люди же, когда им хорошо, им мало, они недовольны. Понятно, да? Хорошо. Значит, и так. И он здесь пишет нам интересную вещь. Он пишет, что люди большую часть времени проводят на себя. То есть человек сам, он все время, большую часть времени тратит на себя. Ест, спит, моется, работает. И все это он делает ради себя. Он говорит, а как здесь тогда, как уподобляться Всевышнему? Он говорит, нужно приучить себя к мысли, что все, что мы делаем для самих себя, мы на самом деле делаем для других. Как это может быть? Давайте рассмотрим на этом же примере. Вот человек ест. Да, он ест. Он может в этот момент думать, главное же это намерение. Он может думать, я сейчас поем и буду всем ходить улыбаться, говорить комплименты. То есть сейчас заряжусь силой. Когда я поевшую, у меня будет хорошее настроение, я буду всем его передавать. Оп, он уже свою еду он привязал к другим людям. Яков Шаламда. Дальше. Он спит. То же самое, пусть все твои дела будут во имя небес. Вот я сейчас урок проведу, лягу спать. Я сегодня прилетел из Америки. И получается, что я всю ночь летел, прилетел, провел урок. Сейчас лягу, посплю. Для чего? Чтобы вечером у меня были силы. Я сегодня, кстати, даже, по-моему, сегодня четверг. Мы же по четвергам собирались делать урок. Вот я для партнеров и для спонсоров сегодня сделаю зум-урок отдельно вечерком по заповедям и так далее. То есть, значит, я спать буду для чего? Чтобы сделать урок Торы. То есть, для чего? Чтобы помочь кому-то еще приблизиться ко Всевышнему. То есть, каждый раз, когда человек, он что-то делает, он может своей мыслью и своим намерением подумать, как от этого будет польза других людям. Другим людям, да? Теперь, и дальше он пишет здесь такой, путь добру. Желание помогать другим иногда важнее, чем сама помощь. Интересная идея, да? Стремление доставить удовольствие иногда важнее самого удовольствия. Значит, если мы, наконец, поймем, что нам просто необходимо с кем-то все время делиться, поддерживать, тем самым мы поднимемся на небывалую высоту. И самое здесь потрясающее, он пишет, вот тут прям те, кто дослушали, я думаю, что это повезло нам, да? Самое потрясающее в этом, что такому человеку Творец дает бесконечно. У него появляются силы и деньги, чтобы помогать другим и достичь всего, к чему он стремится. Чем больше мы хотим отдавать, тем больше мы получаем от Творца, и тем больше этого у нас есть. Нам кажется, что если мы отдадим все, что у нас есть, силы, время, деньги, другим людям, то можем обнищать. На самом деле это мы становимся только сильнее и богаче, и духовно, и физически. Сама отдача – это верный путь к добру и благословению свыше. Вот такие он дал нам сегодня советы. Давайте разберемся еще раз, как это работает, и свяжем это все в одну нишу такую, да? Значит, у человека есть разные уровни, разные состояния. Есть состояние, когда человек, он максимально близок к животному. Значит, если он максимально близок к животному, то он хочет только забирать, только брать для себя. И животные, они все время в страхе. Вот это очень интересная вещь, что животные, они очень пугливые, причем все. И они все время боятся какого-то животного, которое сильнее, чем они. То есть, есть вот эта пищевая цепочка, и на каждое животное есть какое-то животное, которое питается этим животным предыдущим, да? И чем ближе человек к животному, тем ему страшнее. То есть, он все пытается забрать себе, ему страшно. А чем ближе человек к Богу, у него есть божественная часть. То есть, есть часть животное, а есть часть божественная. И вот животная часть, она, ну, животное, что животное, да? Все видели людей-животных, да? Которые хотят только другим сделать зло, которые боятся все время, которые скрываются, которые, когда делают зло, они потом, ну, попадают в ситуацию, когда такие же люди потом с ними борются, да? Все преступники, у них очень большая внутренняя борьба. Это люди зла. Теперь есть люди добрые. Люди добрые, люди, которые хотят другим людям помогать, делать радость. Веселые люди, да? Они делятся с людьми радостью, делятся с людьми. У них, они как раз заходят в очень высокое состояние. Всевышний им дает ресурсы. Они любят людей, их любят люди. Они делают добро, им делают добро. Вот так работает жизнь. Теперь, в какую сторону каждый из нас поворачивается, это выбор, да? Это выбор. Вот есть люди, ну, очень глупые, да? Вот просто глупые такие люди. Мы вот его сейчас, оп, и заблокировали. Все, заблокировали. Был такой человек, он сидел, отвредил, писал комментарии в Ютьюбе плохие, да? И что, чего он добился? Его заблокировали, и все. Значит, вот вся его вредная деятельность приводит к ситуации глотировки. Или если человек, наоборот, он пишет хорошие комментарии, он помогает, он делает добро. Он получает какие-то обязательные ресурсы. Всевышний ему дает. Люди, добро возвращается. Все, это то, что мы сегодня выучили. Значит, направление в сторону добра. Стремление помогать трудным людям, и чтобы все твои действия были во имя небес. Когда ты выходишь на вот этот уровень, то Всевышний начинает тебе давать ресурсы. Очень простая, понятная схема, достижимая каждому из нас. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли на уроки. Спасибо Всевышнему, что у нас они возобновляются. Теперь будет каждое утро у нас снова урок. С Божьей помощью сегодня будет, давайте я прям назначу, чтобы уже у нас разослали. Мы же сделали онлайн-школу «Жизнь по Торе». И, значит, в этом онлайн-школе «Жизнь по Торе» у нас есть уже уроки. Давайте сегодня в 18.00, с 18.00 до 19.00 будет урок. Значит, онлайн-группа «Жизнь по Торе». Так, вот я прям себе пишу. Будет у нас онлайн-школа «Жизнь по Торе». Это мы делаем урок, на котором присутствуют или партнеровая икра, или спонсоровая икра. Те, кто помогают, помогают в игре, расширят свою деятельность. И потом эти уроки будут в записи для всех доступны тоже. То есть абсолютно те, кто не могут помогать, тоже смогут эти уроки посмотреть. Все очень для всех будет доступно. Все, дорогие друзья, значит, всем прекрасного дня, полного радости. Вот у нас книга «Улыбайтесь, улыбайтесь». Значит, вот вторая книга «Жить в радости». Все, мы улыбаемся, живем в радости. И просим, благодарим Всевышнего за все. И он нам даст ресурсы для того, чтобы мы еще сильнее и сильнее его благодарили. Удачи, успехов. До завтра, до 10 утра. До завтра. До завтра.